Куста будет в село, где живется весело. Торжества начались с выставки достижений в парке Рос, где гостей встретил парад сельских поселений. Кустовская территория славится своей картошкой, а у Быковской визитная карточка лотосы. Но главное достояние это люди, которые чтут традиции и одновременно стремятся к инновациям. Вот это гномик лесной, значит наша последняя работа. Деревянных дел мастер Владимир Тарасов с гордостью показывает главе региона скульптуры, которую сделал вместе со своими воспитанниками. Похожие украшают Белгородский зоопарк. Говорит, творческих ребят замечает с малого возраста. Он и сам любил рисовать, лепить из пластилина. Детское хобби стало делом всей жизни. Резьба по дереву, она пришла уже в процессе воплощения моих планов в скульптурной форме. Был бы у нас мрамор, я бы работал с мрамором. А так деревцо, оно рядом как бы, и ко мне потянулись дети. Причем много девочек. А педагог дополнительного образования Станислав Лычев занимается с детьми научными разработками. Этот аппарат превращает старую пластмассу в нить для 3D-принтера. Сделали небольшой станочек, который перерабатывает старые корпуса оргтехники. Мы перерабатываем, измельчаем и делаем из неё новый пруток для 3D-принтера. На выходе мы потом можем получить заново изделия, тем самым удешевить процесс производства. Благодаря людям, неравнодушным к своему делу, Яковлевский округ и славится своими успехами. Устойчивая экономика, стабильно развивающиеся якорные предприятия, фермерство и малый бизнес. Всё это делает территорию привлекательной как для инвесторов, так и для простых людей. У вас есть все условия для того, чтобы радоваться жизни. Вы прекрасно строитесь, вы благоустраиваете свою территорию. Очень много сделано в самом городе строителей, в каждом сельском поселении. День рождения округа – повод поблагодарить тех, кто внёс вклад в его социально-экономическое развитие. Вместе с тружениками на сцену поднимались и люди, ставшие талоном семейных традиций и ценностей. Среди них супруги Дробышева. Вместе не столько же, сколько исполнилось муниципалитету – 55 лет. Воспитали троих детей, у них уже и девять внуков. Говорят, сейчас в округе есть всё, чтобы жить, создавать семьи, растить детей. Мы приехали в район Рязь и Пролазная в 1966 году. Дороги отсутствовали, печное отопление, никакой инфраструктуры. А сейчас красавец город, привлекательный район. Подтверждение этим словам – обновлённый ко дню округа парк Сретенский. Он был заложен порядка 30 лет назад. Территорию почистили от больных и старых деревьев. Скоро высадят подрощенные яблони, липы, многолетние растения и кустарники. Раньше здесь кроме деревьев и пары тропинок ничего не было. А так как мы живём вот в этих домах, для нас как бы удобно, конечно. Парк стал более красивым, более ухоженным. То, что всё, газончик скоро появится. Это очень классно. Сейчас на четырёх гектарах разместился ухоженный сквер с площадками для малышей, зоной для воркаута, тихого и активного отдыха. Здесь же большой мультимедийный экран. Всё благодаря программе «Комфортная городская среда», поддержке областного и местного бюджетов, а также инвесторов. Сейчас это этап спортивных и детских игровых площадок, непосредственно пешеходных связей, дорожек, лавочек. То есть всё, что необходимо для удобства посещения этого парка, для того, чтобы здесь пребывать. Следующий этап – площадка для выгула собак с тренировочным оборудованием, док-боксами, а также летнее кафе. Обновлённый сквер теперь радует жителей и в другой части строителя. Он появился на месте старого яблоневого сада. Но сами яблоньи просто уже потеряли свою привлекательность. Они исчерпали свой жизненный цикл. Не было пешеходных дорожек, не было подсветки. Но развивается не только центр округа. На днях губернатор утвердил программу комплексного благоустройства в Тамаровской территории. В следующем году её жители увидят посёлок совершенно другим. Наталья Войтенко, Евгений Цапков. Такой день на Мире Белогорья.